Что такое священное предание? Господь наш Иисус Христос в своей прощайной беседе с учениками, которая изложена в Евангелии от Иоанна в 14, 15 и 16 главах, как раз вот раскрывая все то, о чем Он говорил им, и открывая им смысл своего пришествия, и говорит им, что Дух Святой Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Он напомнит вам все, о чем Я вам говорил. То есть Дух Святой, когда сойдет, и Он сошел в день Пятидесятницы, Он напомнит все учения Христа. То есть многое из того, о чем Господь учил, не все в Евангелии написано. И как раз вот самый последний стих Евангелия от Иоанна, как раз 21 глава, 25 стих, как раз и говорит, что многое и другого сделал Иисус, о чем не написано в этих четырех книгах. Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна Богослова. И мне, как пишет тайнозритель, святой апостол Иоанн Богослов, что если бы писать о том подробно, всему миру не вместить пишемых книг. То есть многое из того, о чем Господь учил, осталось на уровне устного предания. Поэтому священное предание – это как раз живое предание Святой Церкви. Это действие Духа Святого. И именно вот по действию Духа Святого писались священные изображения, писалось толкование на священное писание. И именно Дух Святой научил, как создать храмы. То есть и храмоздательство, и церковная гимнография, толкование, все вот эта обширная святоэтическая литература, это все мы называем общим именованием священное предание, живое предание Церкви, действие Духа Святого в Церкви земной. Дух Святого в Церкви.